Здравствуйте! Сейчас я вам прочитаю рассказ из книги Виктора Дракунского «Денискины рассказы», который называется «Хитрый способ». Вот, сказала мама, полюбуйтесь, на что уходит отпуск. Посуда, посуда, три раза в день посуда. Утром мой чашки, а днём целая гора тарелок. Просто бедствие какое-то. Да, сказал папа, действительно, это ужасно. Как жалко, что ничего не придумано в этом смысле. Куда смотрят инженеры? Да-да, бедные женщины. Папа глубоко вздохнул и уселся на диван. Мама увидела, как он удобно устроился, и сказала. Нечего тут сидеть и притворно вздыхать. Нечего всё валить на инженеров. Я даю вам обоим срок. До обеда вы должны что-нибудь придумать и облегчить мне эту проклятую мойку. Кто не придумает, того и отказываюсь кормить. Пусть сидит голодный. Дениска, это и тебя касается. Намотай себе на ус. Я сразу сел на подоконник и начала придумывать, как быть с этим делом. Во-первых, я испугался, что мама меня в самом деле не будет кормить. И я чего... И я чего доброго помру от голода. Во-вторых, мне интересно было что-нибудь придумать, раз инженеры не сумели. И я сидел и думал. И искоса поглядывал на папу, как у него идут дела. Но папа и не думал думать. Он побрился, потом надел чистую рубашку, потом прочитал штук десять газет, а затем спокойненько включил радио и стал слушать какие-то новости за истёкшую неделю. Тогда я стал думать ещё быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала. И для этого я немножко развинтил наш электрополотёр и папину электробритву Харьков. Но у меня не получалось, куда прицепить полотенце. Выходило, что при запуске машины бритва разрежет полотенце на тысячу кусочков. Тогда я всё свинтил обратно и стал придумывать другое. И часа через два я вспомнил, что читал в газете про конвейер. И от этого я сразу придумал довольно интересную штуку. И когда наступило время обеда, и мама накрыла на стол, и все мы расселись, я сказал. «Ну что, папа, ты придумал?» «Насчёт чего?» – сказал папа. «Насчёт мойки посуды», – сказал я. «А то мама перестанет нас с тобой кормить». «Это она пошутила», – сказал папа. «Как это она не будет кормить родного сына и горячо любимого мужа?» И он весело рассмеялся. Но мама сказала. «Ничего я не пошутила. Вы у меня узнаете. Как не стыдно. Я уже сотый раз говорю. Я задыхаюсь от посуды. Это просто не по-товарищески. Самим сидеть на подоконнике и бриться. И слушать радио. В то время, как я укорачиваю свой век, без конца мою ваши чашки и тарелки». «Ладно», – сказал папа. «Что-нибудь придумаем. А пока давайте же обедать. Ой, эти драмы из-за пустяков». «Ах, из-за пустяков?» – сказала мама. И прямо вся вспыхнула. «Нечего сказать. Красиво. А я вот возьму и в самом деле не дам вам обеда. Тогда вы у меня не так запоете». И она сжала пальцами виски и встала из-за стола. И стояла у стола долго-долго. И все смотрела на папу. А папа сложил руки на груди и раскачивался на стуле. И тоже смотрел на маму. И они молчали. И не было никакого обеда. И я ужасно хотел есть. Я сказал. «Мама, это только один папа ничего не придумал. А я придумал. Все в порядке. Ты не бойся. Давайте обедать». Мама сказала. «Что ж ты придумал?» Я сказал. «Я придумал, мама, один хитрый способ». Она сказала. «Ну-ка, ну-ка». Я спросил. «А ты сколько моешь приборов после каждого обеда, а, мама?» Она ответила. «Три». «Тогда кричи «Ура!»» Сказал я. «Теперь ты будешь мыть только один. Я придумал хитрый способ». «Выкладывай», сказал папа. «Давайте сначала обедать», сказал я. «Я во время обеда расскажу. А то ужасно есть хочется». «Ну что ж», – вздохнула мама. «Давайте обедать». И мы стали есть. «Ну-у», – сказал папа. «Это очень просто», – сказал я. «Ты только послушай, мама, как все складно получается. Смотри, вот обед готов. Ты сразу ставишь один прибор. Ставишь ты, значит, единственный прибор. Наливаешь в тарелку суп, садишься за стол, начинаешь есть и говоришь папе. «Обед готов». Папа, конечно, идёт мыть руки. И пока он их моет, ты, мама, уже съедаешь суп и наливаешь ему нового, свою же тарелку. Папа возвращается в комнату и тотчас говорит мне, Дениска, обедать, ступай руки мыть. Я иду. Ты же в это время ешь из мелкой тарелки котлеты, а папа ест суп, а я мою руки, и когда я их вымою, я иду к вам. А у вас папа уже поел супу, а ты съела котлеты. И когда я вошёл, папа наливает супу в свою свободную глубокую тарелку, а ты кладёшь папе котлеты в свою пустую мелкую тарелку. Я ем суп, папа котлеты, а ты спокойно пьёшь компот из стакана. Когда папа съел второе, я как раз покончил с супом. Тогда он наполняет свою мелкую тарелку котлетами, а ты в это время уже выпила компот и наливаешь папе в этот же стакан. Я отодвигаю пустую тарелку из-под супа и принимаю за второе. Папа пьёт компот, а ты, оказывается, уже пообедала, поэтому ты берёшь глубокую тарелку и идёшь на кухню мыть. А пока ты моешь, я уже проглотил котлеты, а папа компот. Тут он живенько наливает стакан компота для меня и относит свободную мелкую тарелку к тебе. А я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан. Всё очень просто, и вместо трёх приборов тебе придётся мыть только один. Ура! Ура, сказала мама, ура-то ура, только не гигиенично. Ерунда, сказал я, ведь мы все свои. Я, например, нисколько не брезгую, есть после папы. Я его люблю. Я чего там, и тебя тоже люблю. Уж очень хитрый способ, сказал папа. И потом, что ни говори, а всё-таки гораздо веселее есть всем вместе, а не трёхступенчатым потоком. Ну, сказал я, зато маме легче, посуда-то в три раза меньше уходит. Понимаешь, задумчиво сказал папа. Мне кажется, я тоже придумал один способ. Правда, он не такой хитрый, но всё-таки. Выкладывай, сказал я. Папа поднялся, засучил рукава и собрал со стола всю посуду. Иди за мной, сказал он. Я сейчас покажу тебе свой нехитрый способ. Он состоит в том, что теперь мы с тобой будем сами мыть всю посуду. И он пошёл. А я побежал за ним. И мы вымыли всю посуду. Правда, только два прибора, потому что третий я разбил. Это получилось у меня случайно. Я всё время думал, какой простой способ придумал папа. И как это я сам не догадался. Вот и всё. Спасибо.